Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы снова встретились в нашей телевизионной школе рисования. Мы ведем трансляции из Москвы, и сегодня будем писать московский пейзаж. Чтобы вы почувствовали этот шум, ритм бурной жизни столицы, я встала на Верхней Масловке и смотрю в сторону Нижней Масловки. Вот как раз идет магистраль, туннель там и дома. Все дело летом, конечно же. И вот меня поразила вибрация этого неба, шум улицы и свежесть утра. Напомнила работу Пименова «Новая Москва». Да, вот по своему даже колориту, по цвету. Ощущение бодрости, счастья, радости. И захотелось написать картину. Начать, конечно, нужно было с этюда. И вот как я его писала. Я сейчас расскажу поэтапно и покажу вам. Ну, во-первых, нужно было взять, определить точку зрения. Вот на тех фотографиях, которые я потом тоже сняла, понятно, что фотография, она не может так сфокусировать, как человеческий глаз. И человеческий глаз может приблизить и захватить характерное. Но я все-таки начала вот с линии горизонта и с точки зрения. Вот я, значит, вот так вот взяла линию горизонта. Потом я прикинула основные массы, как они пойдут. И вот там, значит, у меня эта точка схода была вот здесь. Все-таки вот здесь точка схода была. Но там были разного рода дома. Были дома вот одиночные, вот такие вот, да? И вы их видите, хотя они вдалеке. Вот. И вот эта перспектива улицы меня просто поразила. И дома, как они идут своим ритмом. Как вот они громоздятся и вот так вот идут. Там и пятиэтажки, и девятиэтажки. И такая свободная планировка. И зелень тут одновременно. И одновременно тут машины. И одновременно, хотя в июле и утром не так много было машин. Но и одновременно вот этот вот тоннель. Тоннель с рекламой многочисленной. Там щиты рекламы были. Ну вот я и вспоминала, как сделать эту композицию так, чтобы она была интересной. И сразу... Я рисую сразу кистью, да? Ну вы можете, конечно, если выйти на натуру, города, в котором вы живете, вот порисовать кистью или сделать сначала несколько эскизов карандашом. Потом выбрать лучший. Или сделать несколько снимков с фотографии. Потом выбрать лучший снимок. И вот я... Вот это вот... Вот это само ощущение Москвы, оно идет вот именно, наверное, через вот эту громадину вот этих самих жилых домов и вот этого дома, который сбоку здесь. Но потом мы можем это немножко все привести в порядок. Ну, надо сказать, что я и писала и Москву-сити, правда, из окна дома. Вот. И мне действительно очень нравится именно Москва своими масштабами, своей монументальностью. Ну и безусловно, что здесь главная задача в чем? В колорите. Как я уже говорила, вот небо, самая вибрация вот этого света. И вы знаете, здесь ведь небо было какое-то не ярко-синее, а какое-то вот такое вот, понимаете, белесое. Просто как будто это разбил такой был небес. Оно было очень светлое и радостное. Вот это ощущение, я уже сказала, счастья, ощущение утра, легкости, красоты, бодрости. Вот все, что мне захотелось передать в этом этюде, новизны жизни, вот все здесь переплеталось. Я, собственно говоря, и поэтому взяла в руки кисть, чтобы поделиться с вами вот этой красотой этого большого мегаполиса, большого города. И так же, как в прошлом этюде, когда мы писали с вами лето, то мы что сделали? Мы ведь с вами начали с того, чтобы взяли отношения неба и земли, и зелени. Ну, здесь, в общем-то, тоже вот как-то я начала с неба и вот с этих оттенков, которые сами собой просятся. Потом вот это небо, это, собственно говоря, асфальт, 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 который мы будем писать здесь серый, да, но он не такой серый, он вот такой тоже фиолетоватый и какой-то такой бордовый красный оттенок, потому что мы с вами говорили, что вот звонкость должна быть. Асфальт, он не серый, он через какие-то оттенки написан, через какие-то цвета тоже. Хотя здесь серый тоже присутствует, я никак ни в коем случае не отрекаюсь от этого совсем. Там у нас с вами подземный туннель, вот там вдали, там тоже свет идёт, вот этот свет небесный, он отражается на асфальте, вот этот небесный свет, и мы его где-то должны здесь пока вот так дать. Ну и сами дома и сама зелень, вот что теперь волнует. Ну, архитектуру писать надо, конечно, умеючи, и тоже здесь много охры уйдёт, и не только охры. Вот я эту архитектуру возьму пока вот, да, такой где-то желток. Изучу фасады, как они там работают, но посажу это пятно. Посажу это пятно, и, конечно, через розовые оттенки. Посмотрите, какие дома в Москве. Они всё-таки через охру, под этот там центральный дом, через разбилы какие-то такие золотистые, зеленоватые, охристые. Вот мы пока что вот так и возьмём. И здесь сама эта реклама наша будет ещё. Щиты проезжей части. Вот лик Москвы. Пишу лик Москвы. И вот эти вот оттенки, они и сюда пойдут. И надо сказать, что здесь у нас же ещё вот эти вот столбы должны быть, да. Пока что вот так вот. Возьмём вот так вот эту архитектуру. Конкретику, видите, я пока ещё не делаю. Вот эти основные массы мы пишем. И где-то потом, конечно, появятся там треугольники крыш и плоские крыши. И здесь вот там все вот плоскости фасадов определённые. Но вот это опять розовое. Через розовое. Хотя пасмурный день, допустим, это улицы, конечно, будут там серыми. И бетонные вот эти вот переходы, они тоже будут серыми. Но у нас с вами был удивительный день. И поэтому здесь вот всё окрашено будет в такие кремовые тона. Ну, а ещё я хочу взять зелень. Да, конечно, одна сторона улицы теневая, а другая освещённая. Конечно, вот эта у нас сторона освещённая улицы. И мы так и будем этого придерживаться. Здесь масса... Пошли у нас массы деревьев зелёных. Но они не везде одинаковые. Здесь там качество зелени другое. И да, у нас этот тоннель, и вот здесь он заканчивается. Так, а здесь вот этот вот оазис такой, такой клин. Зелёный. Вот нужно всегда размышлять, когда вы работаете. И здесь у нас тоже с вами вот стоит такое одиноко стоящее дерево. Общей массой её возьмём. Вот это дерево. Ну, и где-то здесь тоже там идут какие-то зелёные спуски. Я вот так вот основные массы раскладываю. Здесь газон, он будет такой зелёный. Машину пока я не трогаю. Ну, и что ещё? Вот здесь не прописаны у нас фасады. Вот эти фасады ещё не прописаны. И хочется здесь сделать ещё. Посмотрите внимательно, какого плана они там у вас. У нас надо посмотреть внимательнее. И здесь у нас ещё вот щит этот рекламный. Конечно, то, что там написано, мы это не будем сюда делать. Хотя сейчас модно вводить в современную живопись там шрифт. Вот мы давайте с вами, значит, ведём здесь вот столб один поставим. Здесь пусть будет там второй столб сюда выйдет. вот так. Так, здесь у нас ещё один будет столб. Вот это сама архитектура улицы. То есть, чего она складывается. И я, с вашего позволения, ещё сразу же вот намечу наши машинки. Наши машинки. Ну, они придадут такой вот особую краску. Тоже, какого вот они должны быть цвета. Ну, что-то яркое такое, безусловно. Что-то яркое. Что-то такое. Оранжевое. Разные они, эти машины. Кстати, тоже могут быть сейчас рассвечены по-разному. И не нужно забывать, что здесь ещё у нас тень, да, такая. Надо как-то сразу так сажать по пятнам. Мини-такая машинка здесь французская будет. Здесь у нас с вами может быть вот остановка. Где-то здесь, да, вот так вот. Я просто воспроизв... Там тоже может быть вот эта машинка. Так вот, пока что поставим. И какие-то ещё могут быть там навесы, магазин. Допустим. А здесь у нас, вот здесь у нас, здесь у нас вот на этом переходе, переезде тоннели, здесь у нас располагаются два ряда рекламных счетов. Но никуда от них не деться. Что делать? Придётся их в картину вписывать. И я вот так вот их здесь ставлю. Может, конечно, какие-то там элементы отбить потом по трафарету, если будет желание. И здесь вот этот тоннель. Конечно, что здесь ещё не хватает. Здесь ещё у нас этот сам дом ещё. Там, вдали. Не только вдали. Здесь у нас с вами должны быть ещё фонари. Столбы. Пока что я вот так их. И здесь там дальше он в перспективу пошёл, ещё один столб. И дальше они просто вот жизненно необходимы. Конечно, что-то подчеркнётся. Вот здесь ещё тень – это хорошо от тоннеля. Тень сама и от машины тоже. Она тоже нужна. Так. Сейчас. И... Здесь вот асфальт. Полебрики, асфальт – это всё тоже есть. Вот мы с вами проложили какие-то отдельные моменты. Да, и у машины тоже одна сторона там освещённая, другая в тени. Тоже нужно всё учитывать. Тоже нужно это всё вот учитывать. Ну, а теперь хочется как-то к архитектуре подойти ещё, да? В каком плане подойти к архитектуре? В плане конкретизации. В плане конкретизации. Ну, прорисовать. Взять какие-то окошечки, этажи. Взять сначала фронтончик, карниз, приз. Но, естественно, когда вы пишете, нужно не забывать, что вы не этот дом пишете, а пейзаж целиком. Поэтому, если вы начнёте дробить и мельчить, то вы испортите работу. Нужно сделать, там нарисовать какой-то, ну, допустим, вот здесь какой-то балкончик. Вот нарисовал и посмотреть, как он. Как он, насколько он вписывается. Здесь там ещё поставил, там окошечко, допустим, намекнул, во всяком случае. Или здесь подчеркнул этаж. Вот эту этажность, да. Нужно смотреть, как это всё работает. Вот эти прорези, там, в оконных проёмах или в балконных проёмах. И то же самое. И вот здесь вот, на первом плане, в смысле, на дальнем плане, на первом плане тоже. Вот нужно тоже эти этажи подчеркнул, выделил какие-то окна. И где-то здесь одно-два окна. У нас не архитектурный чертёж с вами. Хотя, вот считается, что если вы все там окна прорисуете, значит, вы прекрасный художник. И очень трудоёмкая работа была. Но бывает так, что так считают заказчики. В общем, тщательнее прописано, тем, значит, лучше картина. Но, поверьте мне, это не всегда так. Вот я поставила здесь эти балкончики, окошечки. Какие-то, как глазки там. Да, вот. Как глазки. И где-то здесь вот ещё этот тоннель. Вот хочется подчеркнуть. Одним словом, вот мы можем, конечно, здесь и стафажные фигуры, подчеркнуть ещё поребрик, вести стафажные фигуры. Или здесь вот сделать тень. Ну, вот ощущение, наверное, вот этого радостного утра, оно передаётся в такого рода... Там тоже дома. В такого рода этюдах. И здесь цоколь, он, сами понимаете, он такой красный. Красный этот цоколь. Вы его тоже поставьте, этот цоколь. Здесь. Ну, какие-то потом, значит, фигуры надо добавить стафажные. Но, тем не менее, вот на основе этого этюда будет писаться картина. Здесь у нас получается такая картина уже, да, которую мы с вами начали писать на пленэре. И потом добавляли здесь разные... Вот, я вам говорила, что можно дать стафаж здесь. Какое-то вытащение там людей, толпы, вот. Или людей там на остановке, вот. Да, тем не менее, это вот и есть та Москва, которую мы все любим, и в которую мы привыкли наблюдать. Которая немыслима без вот этой энергетики транспорта, кипения, бурления людской жизни. Ну, вот, посмотрите. Здесь мы писали про тирку, вот какие-то вещи. И одновременно здесь добавляется вот мазок с белилом. Здесь некоторая корпусная такая кладка идет. Вот. Это, как мне кажется, вот придает такую свежесть. И вот это небо, как оно написано. И эта сторона улицы получилась, видите, все-таки затемненная. А здесь на фасадах играли солнечные лучи. И вот игру этих солнечных лучей мы подчеркнули этими мазками. Конечно, вот такая эмоциональная, взволнованная песть вот свойственна этому пейзажу. Я надеюсь, что вы тоже сделаете замечательные пейзажи. Пока лето, пока солнце, пока можно писать на улице, не мерзнув, как это зимой может случиться. Я благодарю вас за внимание. Спасибо вам. Всего вам доброго. Творческих вам успехов.